Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Кристины Алексеева. Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края празднует 15-летие со дня создания. Чем гордится учреждение, что было сделано за годы деятельности и особенно в 2022 году, расскажет Мурат Ибрагимов, заместитель начальника отдела по обеспечению режима охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий Дирекции. Мурат, здравствуйте! Добрый день, Кристина! В этом году вы отмечаете 15-летие. Мы поздравляем вас с этим праздником. Спасибо! Такой юбилей! Расскажите вообще о своей работе, напомните нашим зрителям, чем вы занимаетесь, что входит в ваши задачи. Значит, учреждение наше, как вы уже сказали, отмечает в этом году 15-летие. Дирекция наша является подведомственным учреждением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. 18 января 2008 года распоряжением правительства Ставропольского края наша организация была создана, учреждена и начала свою работу. На сегодняшний день основными целями и задачами Дирекции являются осуществление регионального контроля надзора на особо охраняемых природных территориях. То есть речь идет о соблюдении режима особо охраны и функционировании государственных природных заказников краевого значения, памятников природы краевого значения. То есть всего того комплекса, который подлежит особой охране. Вот прошло 15 лет со дня создания. Как вы считаете, поменялось что-то за годы работы в плане сложности работы? Стало ли ее больше, стало ли у вас больше задач? Учреждение наше, оно в любом случае шагает в ногу со временем. Да, возникают и задачи, возникает и объем выполняемой, увеличивается объем выполняемой работы. Работа носит зачастую, это не только контрольно-надзорные функции, но она и носит и творческий характер, творческий подход. Здесь он неотъемлем. Что касается каких-то новых веяний или тенденций в нашей работе, они, конечно же, есть. История 15-летия нашего учреждения тому подтверждение. Что касается особо охраняемых природных территорий, в соответствии с законодательством, это участки земли, водная поверхность и воздушное пространство. А также находящиеся на них природные комплексы и объекты, которые могут быть изъяты из гражданского хозяйственного оборота или же ограничены в таких правах, на которые распространяется режим особой охраны. То есть то, о чем я говорил, вот к этим категориям, если брать в качестве примера Ставропольский край, это и заказники, это и памятники природы. И есть у нас еще одна особо охраняемая природная территория краевого значения, озелененная лесная Манавлийская ручья. То есть это вот тот комплекс территорий, которые находятся под непосредственной охраной, защитой нашей дирекции, нашего егерского состава. То есть какие у вас конкретные цели относительно вот этих особо охраняемых территорий? Защитить, как-то установить границы? Да. Значит, что касается именно полномочий функционала нашего егерского состава или же в целом нашей дирекции, это контроль за соблюдением положений об особо охраняемых природных территориях. Напомню, таких территорий на сегодняшний день 108 на территории края. Значит, занимают они площадь порядка 107 тысяч гектар. Так вот, каждая такая территория, будь то заказник, будь то памятник природы или же Эммануэльского ручья, территория озелененная и лесная, значит, они имеют особый правовой статус. То есть, скажем, на таких территориях, границах таких территорий определены ограничения. То есть, скажем, ну, в качестве примеров, что понятное дело, что на таких заказниках, на территории таких заказников в памятниках природы запрещено разведение костров, проезд, стоянка автомототранспортных средств, выпас сельскохозяйственных животных, строительство, реконструкции там и все, что с этим связано, если это нарушает любая деятельность, влекущая за собой снижение экологической ценности. То есть, это что-то первозданное, нетронутое, только та территория, которая требует к себе особого отношения. Цель, конечно, это сохранение биоразнообразия или сохранение растительного мира. А если все-таки происходят эти нарушения, кто контролирует меру наказания? Вы или другие? Значит, что касается непосредственно тех должностных лиц, которые осуществляют постоянный надзор за территориями, такая функция, значит, определена у нас за егерским составом. Егерский состав насчитывает порядка 70 человек. Это те люди, которые осуществляют постоянное патрулирование той или иной территории, которая закреплена. То есть, у нас вся территория Старопольского края, значительная часть, в любом случае, та или иная территория, она, будем говорить, богата тем или иным заказникам, тем или иным памятникам природы. И вот как раз егерский состав, осуществляющий патрулирование, он нацелен на поддержание порядка и недопущение каких-либо правонарушений, если говорить уже в части административного законодательства. Поговорим о егерском составе поподробнее. Вот, например, тоже недавно поднимались к стрижаменту по экологической тропе, которая у нас здесь, в окрестностях Ставрополя. И вот так я и поняла, что на входе нас встречает егерь, говорит, что вот здесь, допустим, парковаться нельзя, говорит, это отодвиньте машины, там такая вот погода, и даже какой-то краткий инструктаж провел. То есть, вот они как бы и задачи, да? Да, то, что вы сейчас назвали, это больше разъяснительная работа, да? То есть, в любом случае, находясь на той или иной территории, попадая на ту или иную природную территорию, вы будете оповещены. Или же со стороны нашего егеря, или же путем прочтения содержания информационных счетов или аншлагов. Да, также есть. Которые размещены на каждой территории. Вот, это краткое изложение определенных ограничений или запретов при нахождении на том или ином заказнике, на том или ином памятнике природы. Вот, что касается, скажем, какой-либо еще просветительской, не просветительской, точнее, разъяснительной работы. Выдаются нашими егерями соответствующие документы. В обиходе можно назвать их памятками, да? Значит, называются они разъяснениями о необходимости соблюдения режима опыта. В случае выявления нарушений, егерский состав принимает весь комплекс мер, который предусмотрен действующим законодательством. А вот на какие, наверное, можно сказать, категории делятся все особо охраняемые территории у нас в крае? Потому что, вот если мы сейчас говорим, это экологические тропы, да? Есть еще заказники, я у вас услышала также, какие есть? Памятники природы краевого значения. Мы говорим только о территориях, которые расположены на территории Савропольского края, регионального значения. Значит, да, это памятники природы краевого значения. И одна лесная территория краевого значения, озелененная и лесная территория, это Эммануэльского ручья. Здесь, непосредственно, в городе Саврополье расположены. Как-то удается вообще контролировать количество тех, кто посещает все эти зоны? Что касается посещения, во-первых, должен вас уведомить, сообщить вам о том, что у нас доступ свободен. То есть перемещение в соответствии с Конституцией Российской Федерации свободно. И доступ в том числе на территории, он тоже свободен, потому как ОПТ являются общенациональным достоянием. Мы из этого исходим, но что касается порядка посещения, если, скажем, это групповое посещение, то в определенных случаях, я сейчас остановлюсь на этом подробнее, в определенных случаях вам необходимо будет согласование. То есть как это все выглядит в натуре. Если, скажем, группа желающих посетить ту или иную территорию насчитывает более 50 участников, такие мероприятия, такое посещение ОПТ согласовывается с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей страны Савропольского края. Если же численно, скажем, меньше 50 человек, такое уведомление и разрешение на посещение необходимо получить в дирекции особо охраняемых природных территорий. Для доступности вся вот та информация, точнее, большая часть, больше, чем я сказал, размещена на официальных сайтах, как министерству, так и на официальном сайте дирекции. Для чего вообще такие меры приняты, чтобы контролировать большие группы посещающих? Ну, здесь речь может идти именно о нагрузке, то есть какое-либо массовое посещение, это не только, скажем, ознакомление с природой, но это определенная нагрузка на саму экосистему. То есть мы должны исходить из того, согласовывая или не согласовывая то или иное мероприятие, надо исходить из целесообразности проведения тех или иных мероприятий. То есть если это все превратить в какую-то такую ваханалью и компанейщину, я думаю, что, я уверен в том, что та или иная природная территория, она утратит свой статус. То есть мы в любом случае находимся на страже того, что тот или иной объект охраняемый, он сохранил свою вот такую первозданную природу. Удается ли сохранять вот эту первозданную природу или все-таки остро сейчас стоит проблема, когда как-то нарушают правила нахождения в территории, может быть, мусорят, разжигают костры, еще что-то. То есть как сами, наверное, посетители, какое сейчас отношение? Кристина, все, что вы назвали, к большому сожалению, имеет место. Имеет место. Значит, речь идет и о захламлении, размещении мусора, речь идет о разведении костров. Особенно это, об этом говорить, прискорбно, когда проходит пожароопасный период. Да, мы сталкиваемся зачастую с такими случаями, вопиющими случаями, когда люди безрассудно пользуются тем, что они находятся на территории, на которой все прибрано, все симпатично, все красиво. Вот, но уходя, оставляют после себя и кострища, оставляют после себя и мусор. И находясь там, к сожалению, не задумываются, что будет после. Ну вот, наверняка проводится в этом плане какая-то информационная работа. Например, у вас на сайте, когда вы сообщали о том, что у вас 15-летие, также была размещена фотография, где сотрудники дирекции разносят, или егерского состава разносят какие-то памятники школьникам. Да. Что еще делается в этом направлении, что еще делаете? Вы знаете, мы стараемся приучить вот к бережному сохранению природы, что называется, со школьной скамьи. Мы стараемся это делать, это одно из наших направлений, эколого-просветительская деятельность. Вот, мы предпринимаем различные шаги, пробуем какие-то новые методики. И, значит, абсолютно готов с этим и поделиться, и, как говорится, похвастаться тем, что у нас открывается экологический класс. Здесь, вот, в нашем учреждении, в офисе нашего учреждения. Для нас это новшество, такого у нас не было. Руководство учреждения прилагало и прилагает массу усилий, чтобы это новое направление заработало, чтобы об этом узнали, чтобы это пользовалось успехом. А пользоваться успехом оно будет однозначно. По определению быть не может такого, что экологический класс, он останется без внимания, или мы не получим желаемый результат. Это будет, вот, но, опять же, хочу сказать, что это все вот с молодых ногтей. Мы хотим это привить, мы хотим это показать. Вот, да, егидский состав у нас постоянно принимает участие в каких-то совещаниях. Речь не идет, скажем, о рабочих каких-то, да, там, мероприятиях. Речь идет о встречах, да, и в детских садах, и в школах, и в вузах, и в колледжах. То есть везде, где можно охватить максимально аудиторию, которая тебя внимательно выслушает, которая задаст вопросы, которая будет интересоваться или как-то жить этим. Мы стараемся это делать, и мы это делаем, и у нас это получается. Вот самое главное, что результат имеется. Ну, очень интересно, насчет экологического класса. Что вы все-таки будете там делать, что будут делать ребята, кто будет преподавать, или что это будут за занятия, в каком формате? Ну, по порядку. Значит, преподавать будут сотрудники отдела, созданного отдела экологического просвещения, которые расскажут в абсолютно доступной, интересной форме нашим гостям, нашим посетителям об особенностях и о нашей работе. И расскажут о том, какие есть территории, и что на этих территориях происходит. То есть это будет не просто, скажем, начитка текста, это будет сопровождаться фильмами, это будет сопровождаться слайдами. У нас все технически мы к этому подготовлены. Значит, что касается каких-то нововведений, и их мы будем внедрять, я не хотел бы сейчас раскрывать все секреты, хотя с удовольствием бы это сделал, но, поверьте, мне будет интересно. Ну, хотя бы вы можете сказать, кто будет заниматься в экологическом классе? То есть какой-то возраст ребят, разные ли это ребята, откуда, с каких школ и как-то в общем? Значит, посещение будет абсолютно свободным. Свободным, да. Вот, ну, понятное дело, что мы будем акцентировать именно на детях школьного возраста. То есть это могут быть приурочены какие-то уроки тематические, само собой. Это будут семинары, это будет какая-то встреча приуроченная к чему-либо. То есть какие-то такие знаковые мероприятия в течение года, они у нас происходят, скажем, там, десятилетия, там, или пятнадцатилетия того или иного, там, заказника. Мы в любом случае что-то будем к этой дате планировать и, соответственно, проведем. А вот мы говорим об онлайн-формате заповедного просвещения. Что это за онлайн-формат? Касается ли это только школьников или людей абсолютно любого возраста? Вот такая форма, она у нас есть. Она также пользуется успехом. Речь идет о чем? Значит, на официальных сайтах Министерства природных ресурсов края или же на официальном сайте нашего учреждения вы можете, будучи у себя дома даже, имея доступ к интернету, значит, выход в интернет, вы имеете полную возможность посетить так называемые 3D-туры. Значит, да, это тоже одна из форм привлечения и эко-просвещения. Это такие красочные, ну, это не слайды даже, и не какие-либо там зарисовки художественные, это фильмы, будем называть так, вот, где вы можете посмотреть, что называется там, с высоты птичьего полета территорию. То есть одно дело, когда вы пешим порядком видите, что происходит вокруг вас, да, или слышите, значит, речь эскурсовода, сопровождающего, вот, а другое дело, когда вы это видите вот в нечто, в нечто таком другом формате. Природа, это у нас все вот связано с тем, что можно потрогать, увидеть, пощупать здесь и сейчас, но мы говорим о переходе на какие-то современные форматы, цифровизации, онлайн-формат. Для чего это все делается? Почему важно все равно сейчас использовать эти современные технологии, хотя, как бы, природа, наоборот, что-то такое нечто первозданное, а мы вот в технологию ходим? Ну, не уйти в технологию нельзя, нельзя. Вызов времени. Да, это и вызов времени, это и проверка временем, вот, поэтому, если я вам скажу, что мы динамично развиваемся, это, наверное, будет просто вот клише-шаблон, но, что касается вот наших стараний и усилий руководства, учреждения в этом направлении, это все абсолютно воспринимается вот нашими жителями, нашими земляками, гостями региона, ведь это все пользуется успехом, это действительно работает, и, видя отдачу, да, мы стараемся еще больше, как бы, приумножить, там, украсить и так далее, то есть все то, чем мы занимаемся, мы не секретничаем, не скрываем, мы, наоборот, хотим поделиться вот своими задачами, своими, там, планами, своими результатами и успехами. Вот также вы сказали, что об экологическом классе, что даже не рассматривается тот факт, что это нововведение не будет популярным, не будет востребованным. То есть в ответ на то, что мы говорим, часто бывают какие-то нарушения, часто не соблюдают вот правила нахождения в той или иной охраняемой природной зоне, нарушают что-то, разжигают костры и мусорят, но в ответ на это, получается, все равно тема экологии, такого экологичного образа жизни, она популярна, она наоборот? Она популярна, несмотря на имеющиеся случаи нарушений, имеющиеся факты нарушений. К сожалению, нарушения природоохранного законодательства на УПТ не носят единичный характер, не носят, и массовым тоже не назвать, но они есть. Помимо того, что мы собрались сегодня поздравить вас с юбилейной датой, поговорить немножко о вашей работе, важной, мы, конечно, будем говорить об итогах прошедшего года, 2022-го, какие итоги вы можете выделить, что подвести, главное вообще, что было сделано, чем гордитесь, может быть, а где, наоборот, вы считаете, нужно приложить больше усилий? Ну, что касается основных направлений нашей деятельности, я сейчас вкратце расскажу, значит, что касается контрольно-надзорных мероприятий, да, такая работа велась, значит, егерский состав наш постоянно территорий как патрулировал, так и патрулирует, вот, из основных показателей работы – это количество совместных рейдов, мероприятий, то есть то, о чем я вот сейчас хотел бы немножко подробнее рассказать, наш егерь патрулирует территорию не в одиночку зачастую, часто для проведения каких-либо совместных мероприятий, значит, принимают участие в таких рейдах, скажем, сотрудники полиции, сотрудники МЧС, пожарная служба, ветеринарная служба, значит, мы работаем в тесном контакте с органами прокуратуры Ставропольского окраина, с Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры, вот, что касается, скажем, разъяснений, предупреждений о необходимости соблюдения режима заказника, да, такие предупреждения нашим егерским составам выдается, в прошлом году их было выдано порядка четырех, более четырех тысяч, что касается меры административного воздействия, то есть, это речь идет о протоколах, таких материалов было составлено егерями более 160, общая сумма наложенных штрафов административных составила, там, более полумиллиона рублей, вот, это контрольно-надзорные функции нашего учреждения. Дальше, то, о чем мы с вами с удовольствием сейчас поговорили, поделился нашими планами, это как раз-таки эколого-просветительская деятельность, вот, но еще одно из направлений, это как раз-таки сохранение развития сети особо охраняемых природных территорий и их биологического разнообразия, вот, что касается еще одного важного, важного направления, это учет численности животного мира. Что касается мероприятий, связанных с ветеринарными, профилактическими мероприятиями, да, такие мероприятия проводятся тоже нами на постоянной основе, вот, речь идет, скажем, о выкладке вакцин, речь идет о различного рода исследованиях, вот, ну и, само собой, если из таких острых, сезонных проблем говорить, с которыми мы сталкиваемся, это в том числе предупреждение пожаров, это противопожарные мероприятия, это и наступление периода пожара опасного. В этом направлении нашим егерским составом проводится целый комплекс мероприятий, ну, включает в себя и организацию полос, значит, прокосов, противопожарные полосы, сенокошения, то есть весь тот комплекс, который даст результаты по предупреждению того или иного пожара на особо охраняемой природной территории. Задачи, цели ясны, они определены, вот, я думаю, что тот год, да, мы можем сказать, что он был достаточно напряженным, и на то есть объективная причина, потому как территория, особо охраняемая природная территория, она значительная, еще раз повторю, это порядка 107-108 тысяч гектар, вот, нагрузка на егерский состав немалая, немалая. Требования законодательства нас, конечно же, подстегивают, ну, и, будем говорить, реалии жизненные, они тоже нас, как говорится, немного так вот держат в тонусе. Ну, одно из, наверное, таких популярных мест для отдыха – это посещение экотроп, по себе также могу сказать. И вот, как вы считаете, чем же, в чем заключается их популярность, наверное, какая работа ведется вот в том, чтобы сделать действительно вот такой отдых, прогулку оздоровительную, популярной среди молодежи и старшего поколения в том числе? Да, таких экологических троп у нас на сегодняшний день три, вот, одна из них, о которой вы хорошо знаете, это заказник Стрижамент, вот, вторая территория – это заказник Сотниковский, и третья территория – это Эммануэльское ручье. Вот, ну, я пользуюсь случаем, догадываясь, что вы неравнодушны к заказникам и памятникам природы, хотел бы с удовольствием вас пригласить, если вы еще там не были, на Эммануэльское ручье. Вот, это нечто иное, вот, это нечто необычное, если вы все-таки там побываете, я думаю, вам это понравится. Понравится, потому что там действительно есть на что посмотреть, есть, как говорится, что запомнить, и вам обязательно захочется вернуться. Ну все, заинтриговали. Да, я старался заинтриговать, и, видимо, у меня это получается, раз вы согласились. Значит, что касается популярности или нет, вы знаете, если я вам скажу, что это популярно, наверное, я буду костноязычен. Это действительно пользуется успехом. Что касается, ну, возьмем, вот, за пример стрижемент, с которым мы хорошо знакомы, да, значит, что касается стрижемента, круглогодично он пользуется, люди с удовольствием ходят. Егерский состав наш там, как и в любая территория, в том числе стрижемент, всегда на чеку, вот, потому что, вы сами понимаете, мы имеем дело, во-первых, с особо охраняемой территорией, а второе, второе, немаловажно, мы имеем дело контакт с живыми людьми. То есть, это вопросы безопасности, это вопросы соблюдения, это исключение какого-либо фонс-мажора, то есть, ну, это контакт вот с группами, с детьми приезжают, с семьями там, и так далее. Вот, что касается, скажем, насколько это будет популярно, у меня нет никаких сомнений. То есть, это заведено, это вошло в привычку, да, туда приходят, приезжают, посещают люди абсолютно разного возраста, абсолютно разного, то есть, нет середнячка там 30-40-50, нет, это и малыши, это и люди уже почтенного возраста посещают, как говорится, получают массу удовольствия и приезжают, неоднократно еще приезжают. Мурат, ну, хочется сказать вам спасибо за визит в нашу студию, вновь поздравляем вас с юбилейным праздником, передавайте поздравления от нашей редакции всем сотрудникам дирекции. Спасибо, Кристина. Успехов вам в 2023 году и ждем вновь в нашей студии. Спасибо. У нас в гостях был Мурат Ибрагимов, заместитель начальника отдела по обеспечению режима охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий дирекции. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». С вами была я, Кристина Алексеева. Конечно, не переключайтесь, оставайтесь на свое.